Здравствуйте, дорогие друзья! И снова к нам приехал автомобиль Kia Sorento 2011 года с пробегом в 158 тысяч километров. И с очередной жалобой то, что стук двигателя на холодную. Сейчас вынимаем двигатель. Дмитрий практически уже его вытащил. Скажи, пожалуйста, Дима, что-нибудь обнаружил необычного там? Да нет, конечно, всего. Внешне все нормально. То есть никаких там течей, трещин. Сухо, все. Все хорошо. Вынимаем, разбираем. Все, не смею больше задерживать. Так, 158, 124 пробег. Так, разобрали двигатель. Дефект обнаружили в шатуне четвертого цилиндра. Покажи им. Вот он, сейчас. Вот, видно, задиры на вкладышах. Ну, его начало уже потихоньку проворачивать. О, какая шляпа нехорошая. Поршни также имеют задиры небольшие. Они только-только, по всей видимости, начались. Но все равно будет предложена елизовка. Но все равно, если царапины есть, зачем же. Так, оставлять. Сейчас еще блок посмотрим. Само колено тоже с царапинами. Колено, четвертая шейка, шатунная. Там же есть ощутимые царапины. Под замену. Ну и, соответственно, масляный насос. Здесь он стоит в сборе с балансирами. Вот он лежит с балансирными валами. Правильно? Соответственно, будет заменен на отдельный бензиновый этот насос. От двухлитрового мотора. Правильно? Да. Правильно. Распредвалы живые. Пойдем блок посмотрим. Так. Вот он блок. G4KE. Ну, вот эти прям две царапины не видны. Ага. Но на остальных тоже начинается. Так в целом было, если бы не коленвал. Ну, то еще походил бы. Ну, и стук, да. Все-таки не из-за поршней, а из-за коленвала. На холодную. Хотя лампочка давления не горела. Правильно? Да. Она не горит до тех пор, пока она в клин встает. В общем, сейчас, да, с владельцем будет согласован ремонт. И дальше решим, что делать. Вернее, не мы решим, решит владелец, что делать. Вода. Спасибо. Сейчас пока чистим можно. Да, сейчас на мойку, чистку. И дальше в работу. Так, это вот поршни. Давайте еще раз посмотрим. Задиры все-таки есть. Часть небольшие. Вот это первый цилиндр. Начинается. Царапины. На втором цилиндре тоже на поршне есть царапины. Третий цилиндр тоже есть. Ну, и, соответственно, на стенках цилиндров тоже видны небольшие царапины. Ну, и это четвертый цилиндр. Самый большой. И сейчас вкладыши посмотрим. Вот это вкладыши четвертого цилиндра. Я их специально достал, чтобы показать, насколько там большой и сильный износ. Вот они, вот эти задиры. Выкрашивание вкладыша происходит. Так, распредвалы живые. Износ не наблюдается. На двух малах все хорошо. Здесь и здесь. Вот. Все. Все ровно и прекрасно. Головка блока. Так же, как и у распредвалов. Состояние постелей отличное. Ну, и судя по масляным отложениям, которые здесь присутствуют, но в небольшом количестве, это свидетельство о том, что владелец все-таки следил за машиной и достаточно регулярно менял масло. Сильно его мотор не грел. Так как вот этих вот масляных отложений здесь в большом количестве не наблюдается. Сейчас перевернем голову другой стороной. Ну, аккуратно, чтобы не высыпались эти стаканчики. Посмотрим на квадрабочую плоскость и камеры сгорания. Здесь тоже состояние хорошее, но все равно будет предложено. Будет предложен ремонт головки, то есть замена маслостерных клапачков, потому что пробег уже большой. И притирка клапанов. Свечи вон практически новые. Состояние идеальное. Вся проблема только во вкладышах оказалась. Так, катализатор целый. Не знаю, видно вам или нет. Но заглянуть туда сложновато. Сложновато. Но он там есть. Не удален. Кстати, угловой редуктор. Состояние шлицов хорошее. И по всей видимости он даже не обслуживался. Но не сухие шлицы, кстати. Видимо, поэтому и целые. Из-за того, что хоть какая-то смазка там была. Может быть, кто-то раньше ее туда наносил. Но не сухой. Ну, хоть это радует. Но и, соответственно, колечко уплотнительное. Блок в токарном цеху. Сейчас ставят его на вертикальный расточный станок. Для расточки цилиндров. Это гильзы у нас до расточки. Блок расточили под гильзовку. Вот он. В прекрасном состоянии. Обратите внимание, опять мы сохранили на оригинальные чугунные гильзы. Вот они, серенькие. А это алюминий блока. И вот сюда вот будет как раз запрессована чугунная гильза. Посадка будет, опять же, чугун по чугуну. А вот и гильзы, подготовленные к запрессовке. Компании АвтоВельт. Так, варим сейчас запрессованный гаситель, чтобы ездило все-то долго и счастливо. Прям дефест. Итак, друзья, продолжаем рассказывать о ремонте двигателя Ж4КЕ. А у нас здесь подходи, не скупись, покупай живопись. Поехали. Разложили на столе запасные части, которые будут установлены в отремонтированный блок. Поскольку у нас основной этой причиной был стук шатунных вкладышей и повреждения как вкладышей, так и коленчатого вала. Соответственно, вал коленчатый владелец решил поставить новый. Ну и мы немного модернизируем этот блок. Поставим на него другой масляный насос. Старый с балансирами будет заменен вот на этот вот КД. Поскольку у него больше производительность и мы убираем лишний потребитель масла в виде балансирных валов. Соответственно, будет установлена новая шестерня, новый поддон. Новые будут установлены, естественно, на успокоители. Натяжитель. Две цепи. Это у нас коренные вкладыши, шатунные вкладыши. Здесь у нас комплект поршней, которые уже подписаны. Вот цилиндры, в которые будут установлены. Сейчас там Дмитрий помоет блок и соберет нам поршни на старые шатуны. Это, естественно, у нас комплект новых прокладок. Сальники задний и передний. Клапанная крышка. Купачки маслосъемные. Новые свечи зажигания. Ну и, естественно, масляный фильтр масла. И воздушный фильтр. Вот он здесь представлен. Ну и, естественно, болты одноразовые. И сальники на коробку. Чтобы потом к этому вопросу владелец не возвращался. А ездил долго и счастливо. Итак, приступим, наконец-то, к сборке блока. Дима, скажи, пожалуйста, почему ты не пользуешься вертолетом для сборки двигателя? Это для наших зрителей, которые наверняка будут задавать вопросы. Что, мол, типа. И обвинять нас в том, что мы не на вертолете собираем. Мне так удобно, на самом деле. Тратить время на то, чтобы повесить его на вертолет. Полчаса, блин, снять поставить. За полчаса я уже полдвигателя собрал. Двигатель как бы простой и легкий. Смысла его не вижу. Нет, потому что здесь на столе его собрать. Ясно. В общем, вертолеты у нас есть. Вот они стоят. Если нужно будет, мы ими пользуемся. Но поскольку ребята все давно уже работают, и гораздо проще собрать так. Это быстрее. Правильно я понял? Конечно. Плюс, когда КДшка, она идет с коробкой, и все это собирается на столе. Ставится двигатель тоже со стола. Опускается машина на стол. Понятно. Технологичнее и удобнее. Спасибо. А головку ты уже собрал чуть раньше? Задим? Да, головка уже подготовлена. Там колпачки поменены из маскосъемной. Клапаны. Они почищены. И протерты. И протерты. Ну, они в принципе в хорошем состоянии. Так, чисто хорошо. Сейчас прошло. Ну. Давай, вот это не момент. Да. Ну что? Наводи. Масло. Все залито. Антифриз залит. Масло залито. Сейчас. Покрутим без форсона. Давай, помаслай. Закачаем масло. Ага. Потом будем наставать. Масленка погасла. Ну, помулясь. Заводим. Тишина и покой. В смысле, двигатель завелся. Работает ровно. Никаких звуков посторонних не издает. Лампочка полей цветы погасла. Все хорошо. Сейчас давайте выйдем. Послушаем. О как. Тихо. Шепчут просто, я бы даже сказал. Не отступал. Ну, владелец пройдет, будет обрадован. Ну, все. Шепчет. Да. Ставь капот, больше не отвлекаю. Спасибо, Дмитрий, большое. Да, лучше охлаждаться. Да. Ну, вот и все. Ремонт двигателя закончен. Машина стоит, греется. Сейчас проверим, как срабатывают все вентиляторы системы охлаждения. И ждем к нам в сервис владельца через тысячи километров в обмен на интервью о том, как у него работает двигатель после обкатки. Ну, что, до новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok